и так и так и так та-да-да-дам девочки ау где вы возвращайтесь ко мне мы не закончили мы не закончили мы не закончили и возвращаемся так присоединяйтесь присоединяйтесь мы на чем мы остановились сейчас я картиночку свою включу так 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 изменение цвета так зеленые ногти мы говорили зеленые ногти так возвращаемся возвращаемся итак продолжим кстати в самом конце эфира я разыграю вот такой концентрат для ногтей который про который я проконсультирую как какому клиенту его рекомендовать каких случаях в личные сообщения в конце эфира мы разыграем вот эту замечательную коробочку это концентрат для ухода за ногтями он гизан очень крутая штука которая который вы можете применять для своих клиентов и рекомендовать им в домашний уход с определенными заболеваниями до которые с которыми не могут вам при одну секунду девочки пока все присоединяются можно я пожалуйста схожу за зарядкой у меня батарейка садится прям одну секунду итак я вернулась иначе у меня прямой эфир закончится так все вернулись продолжаем зеленые ногти да мы выяснили что это синегнойная палочка что она обитает в щелочной среде для нее нужно создать кислотную среду можно кстати обрабатывать кислотным праймером но это не совсем правильно для ногтевого ложа то есть для того чтобы ноготь начал приращиваться если это под онихолизисом до было синегнойная палочка то праймер очень сильно сушит до ногтевую сушит поверхность то есть кожа до псевдомония совершенно верно так вот она сильно кислотный праймер будет сушить ногтевое ложе и это может препятствовать приращиванию ногтевой пластины пластины к ногтевому ложе поэтому если синегной к сверху присоединилась до под отслойку материала между материалом и ногтем то тогда мы можем наносить кислотный праймер то опять же он и ногтевую пластина будет высушивать но здесь как бы мы выбираем одно из зол да если у вас нет никаких других вариантов ну хотя бы это либо слабый раствор уксусной кислоты либо специальные спреи которые борются вот с данной проблемой и так и еще серо-черные ногти это скорее всего присоединение плесневых грибов да поэтому я вообще не рекомендую в кабинете эстетики работать с этими со всеми штуками до самом конце я расскажу что делать мастеру эстетисту когда он работает вот с такими всякими проблемами и последнее нарушение целостности ногтевого аппарата это онихолизис и онихомодезис онихолизис это отслоение ногтевой пластины от ногтевого ложа онихомодезис это тотальное отслоение ногтевой пластины от ногтевого ложа со стороны и проксимальной складки то есть проксимального края да то есть от кутикулы онихолизис у нас выглядит ну примерно вот тогда то есть после зачистки уже вот так Какой еще пример онихолизиса могу вам привести? Ну вот этот, да, онихолизис. То есть здесь нет инфекции, все нормально, только ноготь отслаивается, да, онихолизис. И онихомодезис. Вот такая ситуация, когда со стороны кутикулы, с максимальной складки у нас ногтевая пластина полностью отходит. Что делать в этих ситуациях? В данном марафоне будет еще один эфир, посвященный онихолизису, да, и я надеюсь, осветят эту тему, но я вкратце все равно расскажу. При онихолизисе минимум, что вы можете сделать в кабинете мастера-эстетиста, это убрать под корень длину, если вы боитесь зачищать, выстригать эти все дела, да, как вот на этой... А, кстати, и вот еще начало онихомодезиса, вот такая штука, сейчас тоже поясню, почему это происходит. Если вы боитесь вот из такого ногтя сделать вот такой, да, то минимум это убрать под корень длину, вот здесь вы должны отказать в покрытии, чтобы онихолизис не начал увеличиваться, и объяснить клиенту, чем это опасно, от чего это вообще берется и как с этим бороться. Для того, чтобы быть компетентным в этой ситуации, давайте разберем причины. Это первое, травмы, второе, химический, термический ожог ногтевой пластины, третье, это псориаз экзема, четвертое, опять же, перенесенные инфекционные заболевания, там, либо онкология, ну, куча всего, там, гепатиты и так далее. Дальше, применение противовоспалительных средств каких-то, когда там что-то заболело, где-то заусенку отодрали, воспалилось, а привязывают, допустим, там, мази Вишневского, левомиколий и так далее. И вот эти вот препараты могут провоцировать отслоение ногтевой пластины от ногтевого ложа. Так вот, вы говорите о том, что вот причины такие-то, такие-то, такие, а, либо переношенное покрытие, да, тоже, ну, это к травмам можно отнести. На ногах это очень часто узкая обувь, отдавливание, либо занятие спортом, травмирование, да, постоянное. В общем, как вы поняли, причин куча анихолизиса. Если вы не разбираетесь и не можете понять причину, то просто расскажите о том, что вы компетентный мастер, вы знаете, что это такое, вы знаете, откуда это берется. Но бороться с этим лучше совместно с подолгом. Соответственно, что вам нужно сделать? Вам нужно найти контакты подолга в своем городе, позвонить ему, сказать, я такая-то, такая-то Маша, я хочу с вами сотрудничать. Я вот не понимаю, когда клиенты приходят с проблемами, что с ними делать. Можно, пожалуйста, я буду отправлять к вам, ну, то есть, звонить, как-то консультироваться. То есть, нужно ли отправлять к вам, либо я своими силами могу справиться. Пока я убрала длину под корень, отказала в покрытии, объяснила, от чего это берется и объяснила, чем это чревато. А чем это чревато? Если есть пустота под ногтем, то это благоприятная среда для размножения любой инфекции любых бактерий, да, то есть для любой флоры. Хоть для патогенной, хоть не для патогенной, да, то есть, или из непатогенной флора перейдет в патогенную, когда в анихолизисе ей комфортно станет. Поэтому запускать данную ситуацию нельзя. Если запустим ситуацию, присоединится инфекция, начнет кушать наш ноготочек, и потом еще придется избавляться от инфекции сначала, а потом уже восстанавливать и приращивать ноготок. Так вот, объяснили все клиенту, позвонили подологу, и у вас будет личный подолог, которому вы будете отправлять своих клиентов. И, понимаете, когда у вас есть свой подолог, да, вы можете ему отправить фотографию в каких-то критических случаях, да, и спросить, там, Леночка, я к тебе отправила уже десятерых клиентов. Дошли? Дошли. Отлично. Вот я тебе клиентов, а ты можешь мне уделить пять минут? И можно я спрошу, вот в этой ситуации мне к тебе отправлять, или что клиенту порекомендовать, вот когда ко мне пришли вот с этим, да. И я уже думаю, что Лена вам не откажет, когда вы отправили к ней уже десять клиентов, и уделит вам пять минут для того, чтобы проконсультировать. И по всем вопросам, да, когда вы чего-то вдруг испугались, когда вы в панике, вы всегда можете позвонить и спросить. У вас будет, так скажем, личный помощник, да. Она будет благодарна вам за то, что вы их клиентов отправляете, вы ей благодарны за то, что она вас изредка консультирует и выделяет вам время. Дальше, если вы не нашли подолога, или с вами никто не захотел сотрудничать, как минимум вы должны отправить клиента к дерматологу хотя бы. Дерматолог уже разберется, что с этим делать. Ну, в первую очередь он отправит клиента на забор анализа, да. Это не врач, Оля, это не врач, это специалист по решению проблем с ногтями, рук, ног, да. То есть это, грубо говоря, ладно. Есть направление медицинского педикюра, есть, то есть есть медицинская подологическая помощь, а есть немедицинская подологическая помощь, смотря кто как работает. Практически уже сейчас, мне кажется, в каждом городе, даже в маленьком нашем Бийске есть подологи, и я не одна в этом городе подолог, да. Вы просто поищите, наберите там подолог Воронеж, подолог Харьков, подолог Украина, подолог Киев, подолог Симферополь и так далее. Вот, поэтому это не врач. Это называются так мастера аппаратного педикюра с углубленными знаниями, да. Может быть, вы просто не слышали еще о таком, мы не врачи, если что, мы специалисты аппаратного педикюра. Сейчас они есть практически везде. Хорошо, если нет такого специалиста, вы живете где-нибудь на севере, в маленьком северном городке, где реально нет еще подолога, отправьте хотя бы к дерматологу, не старайтесь решить проблему самостоятельно. Мариуполь, Украина есть, отлично. Так вот, отправляете к дерматологу, он берет забор биоматериала, выясняет, есть ли там инфекция, либо ее нет. Если нет, то вы как мастер максимально убираете длину, выполняете маникюр, да, и следите, затем прирастает ноготь или нет. В идеале, шариком вы зачищаете границу отслоения, и вообще убираете отслоившийся свободный край, чтобы туда не забивалось ничего. Второй момент, если есть инфекция и анализ положительный, дерматолог назначает лечение, да, и это уже, грубо говоря, вас не касается, да. Какое лечение, какими препаратами, что он будет принимать, ваша задача только убирать под корень длину, и чтобы клиент сам в рекомендации дать самостоятельно каждую неделю прям отстригать, либо подпиливать длину максимально коротко. Как-то вот так бесподолога живется очень плохо, и здесь 50 на 50. Если иммунитет у человека хороший, если регенерация клеток довольно-таки хорошая, ноготь начнет прирастать. Если нет, то нужны зачистки, плюс вот такие косметические всякие средства для домашнего ухода. Так, что дальше я хотела вам рассказать? О нихомодезис. То же самое, когда отслоение не со свободного края, да, то есть не с дистального края, а когда с максимальной части, то это сложнее. Здесь я бы тоже бы рекомендовала вам хотя бы отстричь кусачками для ногтей, либо кусачками для кутикулы. Масло монарды при постоянном применении маслом монарды, оно наоборот будет сушить. И если ногтевое ложе постоянно будет иссушиваться, опять же, процесс приращивания будет довольно-таки сложный. А у вас можно купить это средство? Смотря какое, и смотря для какой ситуации. По онихомодезису я рекомендую тоже выстричь, вообще все, что отслоилось, всегда выстригайте, убирайте. Хоть это будет и, возможно, где-то там не так аккуратно, не так глубоко, но хотя бы уберите вот это отслоившееся место для того, чтобы туда не забивалась грязь. Иначе рано или поздно там появится инфекция. Да, были такие случаи и в кабинете патологии, когда клиент первый раз пришел, мы говорим, ну вот надо зачищать, убирать. Они, допустим, девушка говорит, как я летом без ногтя, я лучше вот так похожу. И делала и покрытие, и длину вовремя не убирала, и у ней приросло каким-то чудесным образом. Сработал очень хорошо иммунитет, регенерация хорошая, да, клеточки сращивались, ноготь с ногтевым ложем, и все стало замечательно. Но таких случаев один на миллион. Поэтому без помощи мастера здесь не обойтись. И вот в этом, ладно, анихолизис со свободного края многие мастера покрывают. Да, там плодится инфекция, ладно, фиг с ним. А вот здесь, если при анихомодезисе, да, то есть сделать покрытие, закрыть эту дырку просто у кутикулы, то это может закончиться довольно-таки плачевно воспалительным процессом, нагноением и самыми плохими ситуациями, да. Вот здесь, вот особенно вот такой случай, да, когда расщепление у кутикулы, кстати, мы уже выяснили, что так как лунула большая, расковая зона открыта, да, то есть матрикс, корень ногтя очень сильно открыт, и он не спрятан под задний валик, он очень уязвим. И такое может быть просто при ударе, либо пушером резко под кутикулу воткнули, либо фрезой немножечко задели, да. И самое важное, что это бывает, когда клиент носит очень длинные ногти, когда в физике есть закон рычага, когда мы давим на этот, то есть на один кончик, да, у нас либо гнется в середине, либо приподнимается противоположная сторона. И вот в этом случае, если у клиента длинные ногти, а вы, ну вообще там не прикасаясь, делали маникюр и пушером не давили, и он говорит, я не ударялся, то скорее всего сама длина спровоцировала вот это расщепление. То есть на кончик давится, противоположная сторона приподнимается, и так как матрикс там очень мягкий, он просто лопается, понимаете, от нагрузки на кончик. Клиентам с большой лунулой я не советую носить большую длину свободного края. Вот эти вот все заостренные миндали, вот эти все длинные балерины, это не для них. Иначе даже просто от ношения такой длины может произойти вот такая штука. Ну и конечно некорректная работа мастера маникюра, либо ковыряшки от самого клиента. То есть всему виной вот такое строение матрикса. Здесь возможно, ну ушиб, удар. И кстати ногти могут отслаиваться полностью. Опять же, так, спасибо большое за информацию. Причина возникновения. Причина возникновения вот этого, Анна, да, когда анихомодезис в начальной стадии, когда с максимальной части он расщепляется, и потом все-таки в итоге, кстати, трещина будет становиться все больше, 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 и ноготь просто может сойти и вырасти новый. То есть вот начало вот такое, конец, ну в середине где-то вот так, конец это когда старый ноготь срастает, новый его проталкивает и вырастает новый. Так, причина возникновения. Но я надеюсь вот про это, да, вы хотели услышать. Так вот, о, большая полезная информация. Ага, вот это, пожалуйста, ни в коем случае не покрывайте. Если вы видите вот на ноге вот это, анихомодезис, когда он тотальный, да, то есть на всех ногтях, это чаще всего внутренние причины. Ну не может так быть, что мастер вот так-так поработал, что пропилил все ногти у кутикулы, насквозь и все начало отходить. Здесь, скорее всего, причины внутреннего характера. Опять же, вспомним, да, перенесенные инфекционные заболевания, онкологии, либо, ну травмирование вряд ли всех десяти ногтей, да. То есть даже бывают стрессовые какие-то ситуации, провоцируют вот волну, да, а потом волна расщепляется от нагрузки в обуви, например, и все это начинает сходить. Так, дальше, что я еще хотела вам рассказать. Анихомодезис, анихолизис, а, продолжим. Так вот, когда вы видите вот такую ситуацию, либо вот такую ситуацию, пожалуйста, не покрывайте. Почему нельзя покрывать? Как вы видите, эта трещина уходит под кутикулу глубоко, да, а покрытие под кутикулу запихнуть вы не сможете. То есть закрыть полностью вот эту трещину вы никаким образом не сможете. Соответственно, сверху эта трещина закрыта наполовину, ноготь отрастает, трещина еще больше спускается вниз, она расщепляется, она расходится. И туда же, опять же, под покрытие в эту трещину может попадать бактерии, да, которые могут вызывать воспалительный процесс. Как это выглядит? Вот у меня, конечно, не онихомодезис был, а был анихолизис. Вот так девочка пришла, да, анихолизис. Я выполняю зачистку, а посмотрите, внутри гной, понимаете, что туда попала инфекция, и там себя прекрасно чувствуют, да, и она уже пошла в ногтевое ложе. Соответственно, представьте, если вы покрыли трещину, которая идет из-под кутикулы материалом, у вас может произойти то же самое. То есть инфекция туда попадет и начнет происходить загноение, то есть нарыв, нагноение. Там бактериям очень-очень хорошо, и они там будут размножаться. Как донести клиенту, что причина у них внутри, а не мастер виноват? Либо должно быть экспертное мнение, то есть опять же у вас на связи Елена Подолок, с которой вы сотрудничаете, и вы просто отправляете и говорите, сейчас я отправлю специалисту, да, то есть это Подолок, который разбирается в причинно-следственных связях появления каких-либо отклонений, да, ногтевых пластин. И она нам уже более подробно, более точно скажет, почему же так могло произойти. Еще раз повторюсь, что, а может быть и мастер виноват, если он на всех весяти ногтях пропилил, а почему бы нет, да. Либо это, так скажем, в общем, Подолок даст вам экспертное мнение, не зависящее ни от вас, ни от клиента, да, и распишет вам все конкретно, почему, если было бы вот так, то было бы вот так, если было бы вот так, то было бы вот так. То есть в любом случае, если мастер виноват, там будет видно пропилы, понимаете. Если мастер не виноват, то видим их каких-то борозд, прям вот они же все ровные будут на всех ногтях, да, соответственно, Подолоку будет ясно, да, вы виноваты в этом, либо это какие-то внутренние причины. Это номер раз. Номер два – показать свою экспертность, да, и сказать, смотрите, если бы виновата была я, хорошо, я человек, я могу допустить ошибку, ну хорошо, я пропилила на одном ногте, окей, ладно, виновата, но почему у вас даже на мизинце это происходит, да, то есть на всех десяти ногтях у вас это происходит. Если на одном-двух ногтях, то чаще всего виноват мастер, если на всех, то чаще всего причины внутренние, да, если вы говорите умными словами, так скажем, вы выучили все заболевания, все названия заболеваний, активно их изучили, да, то есть есть книги, я начинала изучать все моменты, книга «Подология» Норберта Шольца, да, это немецкий врач-подолог, у них прям врач-подолог, у нас в России немногие врачи, то есть у нас даже нет такой специальности, как подолог в реестре профессии, да, и не обучают этому в высших там профессиональных заведениях каких-то, ну, подолог это просто распространенное в народе название, да, вот, а в Германии у них врач-подолог, который создал эту книгу, и там очень много описывается всяких случаев, ознакомившись с которыми, вы расширите свой кругозор и сможете клиенту донести все достаточно структурировано, понятно и обоснованно, что самое главное. Дальше еще есть независимое мнение, такое, как обратиться к дерматологу, дерматологи тоже не глупые люди, если в вашем городе есть грамотный, хороший специалист-дерматолог, то можно отправить к нему и сказать клиенту, что, ну, вот не верите мне, пожалуйста, сходите к дерматологу. Можно ли протезировать травмированный анихолизис на руке с последующим отслеживанием клиента? Опять же, видите, вот есть идеальное, да, Норберт Шольц, он в свободном, что? Не поняла. В общем, есть, так скажем, стопроцентный вариант. Вы, как мастер маникюра, должны дать клиенту рекомендацию, которая точно сработает. А точно сработает это выстричь отслоившуюся часть, зачистить ее, плюс сыворотки и концентраты для домашнего ухода. Плюс систематическая зачистка раз в 3-4 недели. Вот это максимально точный вариант, когда у клиента начнет все срастать и все приходить в норму, да. Есть не стопроцентный вариант, такой как 50 на 50. Вы протезируете анихолизис после травмы, да, то есть выстрелили, зачистили и запротезировали. Это 50 на 50. Если клиент на это согласен, пожалуйста. Если он говорит, ну я не хочу без покрытия ходить, ну я анихолизис хочу отрастить. Вы говорите, мы можем только попробовать. Пробуем зачистить, убрать, сверху наложить материал, да, и посмотрим, что будет. Но я ответственности за это не несу. Клиент говорит, окей, я согласна, лишь бы ноготь и покрытие было. Хорошо, вы делаете. Есть вообще нулевой, да, так скажем, вариант, когда вы на анихолизис сделали еще и моделирование вот такой длины, когда постоянно это все, амортизация идет, да, материалы, то есть постоянно подвижный он, да, когда клиент что-то делает дома, то есть постоянно повторное травмирование идет. И таким образом анихолизис не будет прирастать. Поэтому вы выберите для себя и для клиента, что в данном случае будет лучше. Из каких зол мы будем выбирать, красота или здоровье, да, и уже от этого отталкивайтесь. Давайте еще раз, там просто пальчик, который постоянно травмируется. Девушка, в общем, все равно на них хочет ей помочь. Длинные ногти она не любит. Ну, хотя бы минимум, да, опять же, 50 на 50, хотя бы минимум это покрыть, покрыть и чтобы это была короткая длина. К нам тоже чаще всего приходят клиенты и говорят, ну да, я понимаю плохо, ну да, я понимаю анихолизис. Ну, покройте, пожалуйста. Опять же, здесь момент. А вы уверены, что под анихолизисом вот такой ситуации, как на фотографии, не будет, да? И если там, допустим, вы не вскроете и не будет вот такой картины, да, где есть воспаление, нагноение и так далее. Если вы уверены в том, что вы все делаете правильно и безопасно, пожалуйста, делайте. Если вы не уверены, то лучше отправляйте к подологу. Давайте все сначала. Итак, вы мастер, который хочет решать проблемы. Вы их учите, либо идете обучаться на подолога и учитесь разбираться в этом во всем. Только при наличии обучения на подолога вы сможете очень легко видеть причинно-следственные связи, появление и восстановление данной проблемы на ногтях у клиента. Если вы мастер-эстетист, который не хочет с этим вообще работать, но часто сталкивается и не хочет упасть в глазах клиента, вы находите себе подолога, с которым будете сотрудничать, либо дерматолога, с которым будете сотрудничать, и отправляете им клиентов, а от них просите какие-то минимальные консультации, да, которые вам необходимы здесь и сейчас в спорных ситуациях. В том числе экспертное мнение при каких-то спорных ситуациях с клиентом. Если вы, если возникает проблема, как, ну, допустим, клиент не согласен с тем, что вы ему предлагаете, вы снимаете с себя все обязательства, да, то есть по объяснениям и так далее, вы говорите просто «проблема есть», это называется так-то-так-то, причины такие-то, такие-то, чревато тем-то-тем-то, как решить? Вот номер, обратитесь, пожалуйста, сюда, вам там все объяснят. Все, что еще нужно, да, то есть я за то, чтобы каждый занимался своим делом. Когда я была мастером-эстетистом, и ко мне приходили такие проблемы, мне некуда было обратиться, не было никаких сроду подологов, я хотя бы отправляла к дерматологу, да, хотя бы, то есть услышать действительно экспертное мнение, а что с ногтем, а что с ним не так, а что с околоногтевыми валиками, что, почему воспаление, почему покраснение. То есть я никогда, чего я не знаю, я не пыталась этого решить. Поэтому давайте не тыкать пальцем в небо, не искать каких-то выходов в угоду клиенту, когда он говорит «ну я же знаю, ты молодец, ну сделай мне покрытие, ну нарасти, ну запротезируй и так далее». Кстати, вот результат протезирования, когда сделали протезирование, а клиент не пришел его зачистить, убрать, все из-под ногтя вычистить, да, и сделать снова протезирование, раз ему так посоветовали, да. Он проходил все лето с протезированием, у него там на самом деле ногти-то вообще прям миллиметра четыре, наверное, натурального. В итоге получилось вот это присоединение инфекции. Если вы готовы брать на себя ответственность, что вы сделали протезирование, клиент довольный ушел, и он не будет у вас больше наблюдаться, а потом, когда произойдет уже вот такая картина, он скажет «это виноват мастер». Чтобы не быть виноватым, то, с чем вы не готовы работать, то, что вы не знаете, как решить, отправляйте, пожалуйста, к специалисту, кто непосредственно решает такие проблемы. «У меня придет, хорошо общаемся и часто видимся с девочкой». Отлично, если это друзья, подруга, мама, сестра, то это на ваше усмотрение. Если вы точно уверены, что вас никто не будет потом тыкать пальцем и говорить, что вы виновны вот в такой ситуации, да, то, пожалуйста, все в ваших руках. Но я рекомендую сотрудничать подолога и мастера-эстетиста, как делают это девочки, допустим, в нашей студии. Они консультируют, рассказывают, то есть они выглядят специалистами, да, профессионалами. Они знают, что это такое, как называется. Они знают причины, и они знают, кому отправить с этой причиной и решить эту ситуацию. Так, ужас, чаще всего. А самого клиента не смущает сам вид ногтей его? Девочки, такой же вопрос. Когда девушка пришла и говорит, ну, я протезирование делала, мне так порекомендовали, но что-то ноготь нормально не растет. И у меня закрался вопрос, а ты вообще видишь то, что ноготь другого цвета? Что он, что ему капец этому ногтю? Неужели ты не видишь? И я не услышала внятного ответа, что, ну да, я видела, что что-то не то, и ну как-то не придала значения. Ничего, клиент вообще вел себя, как будто это норма. И причем говорил о том, что, ну, мне же посоветовали, мне же сделали. Это вот мне другие, ну, это мне специалист посоветовал. Я думала, что так и должно быть. Ну, как так и должно быть-то? Я говорю, хорошо, вам говорили, что нужно прийти, это все убрать, зачистить и сделать заново там что-то как-то. Она говорит, ну, говорили, ну, я подумала, что зачем это все менять, оно же все держится. Вот, так, особенно так, если бы чужой человек, то не стала бы даже браться. Вот и правильно, если к вам приходят клиенты, даже не беритесь. Алло, подолог, здравствуйте, я отправлю сейчас к вам своего клиента. Я тоже знаю, куда их послать. Да, Лен? Надеюсь, это я. Так, поэтому предлагаю закончить, если вопросов больше нет, безответственность. Чаще всего это и есть безответственность. Если вы считаете, что клиенты умнички, и когда их начинает что-то беспокоить, они с глазами кота Шрека говорят, что я буду прислушиваться, я буду все выполнять, а в итоге уходят к другому мастеру, который будет выполнять им покрытие на эти проблемы, да, и им больше нравится скрывать их, чем решать, то пусть он идет своей дорогой. Это не ваш клиент, отпустите его, не переживайте, что он не вернулся, что он ходит в соседнюю пятиэтажку, не знаю, к девочке на дом. Не возвращайте этих клиентов, не переживайте, что они не вернулись. Лучше делайте как правильно, нежели потом выслушивайте себе от третьих лиц, либо от нее жалобы о том, что вы вот так вот посоветовали, а ничего не помогло, а стало еще хуже. Спасибо, Лена, спасибо большое. А мастер потом виноват, а там, что клиент сам не внимательный, к своему здоровью. Вот именно, девочки, все правильно, поэтому в эстетике не беритесь решать вот эти моменты, сотрудничайте с подолгом. А теперь давайте вопрос. Вопрос, 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 вопрос. Кто внимательно слушал самое начало эфира? Я сейчас задам вопрос по теме, которую мы прошли. И тот, кто пятым даст правильный ответ, пятым, хочу заметить, что интернет работает по-разному. У меня комментарии, возможно, появятся быстрее, у кого-то позже. Я дам победу участнику, который у меня на экране выдаст пятый правильный ответ. И сразу же сделаю скрин. Девочки, не обижайтесь, если у меня интернет работает там медленнее или у вас там быстрее. И у нас разные, по-разному выскочат комментарии. Это, ну, никак не изменить. Кто-то находится в другой стране, кто-то находится в другом городе. Поэтому то, что у меня на экране высветилось, то и будет правильным ответом и определит победителя. Итак, Иннет Визнит, Анна Врач. Спасибо огромное. Очень интересно и полезно было. Не за что девочке рада быть полезной. Итак, тот, кто пятым даст правильный ответ на вопрос, который я сейчас задам, получит вот этот концентрат для ухода за ногтями. И в директе я лично проконсультирую, как использовать его клиенту в домашнем уходе. То есть подробно проконсультирую. Итак, поехали. Давайте. Что же такое у нас анонихия? Кто первым, кто даст пятый правильный ответ, тот и будет победителем. Анонихия. Пишем, девочки. Я делаю скрин. Что это такое? Запомнили? Жду, 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 жду. Чё? Бодока. Чего? Бодока. Это что, Лена? Пятый правильный ответ будет победителем. Пишите. Что такое анонихия? Анонихия. Бодока. Бодока. Пятый правильный ответ. Скручивание ногтя. Неверно. Отслоение. Неверно. Я не была на начале. А плохо. Изменение размера ногтевой пластины. Почти, но конкретней. Подсказка. Это врождённая может быть патология. Трещина на ногте. Нет. Трещина. Так. Борозды. Нет. Цвет. Нет. Вот так вы меня внимательно слушали. Ай-яй-яй. Я не успела. Тогда выиграет тот, кто успел. Это врождённая патология. В самом начале я говорила. Далин. Продольные полосы. Нет. Уплотнение ногтевой пластины. Нет. Практические отсутствия уплотнения ногтя. Практические отсутствия палец. Широкий и короткий. Большой палец. Широкий и короткий. Уплотнение ногтя. Нет. Отсутствие ногтя. Отсутствие ногтя. Четыре. три 4 5 форма ногтя толстые ногти толстые ногти нет форма ногтя нет уже дали правильный ответ я жду 5 точно 1 фото отсутствие ногтя отсутствие ногтя и так у меня сейчас я вам скажу так практически отсутствие 1 2 3 4 5 итак у меня на скрине это людмила.найлс победитель и она выиграла вот этот подарок людмила.найлс я вам напишу в директ вы мне скинете адрес куда вам отправить вот эту штучку я полностью расскажу как ее использовать и рекомендовать клиентам в каких случаях можно каких нельзя и вообще что с этим делать вас поэтому поздравляю победителя людмилу.найлс нижнее подчеркивание девочки всем спасибо кто был сегодня со мной на прямом эфире кто был активным кто поставил сердечки большое спасибо и также еще я хочу сказать что в январе я буду участвовать еще в одном марафоне в котором буду показывать технику выкладного френча поэтому следите за моими stories я отмечу этот марафон и встретимся в следующем марафоне всем пока девочки была рада встрече